Буду зарабатывать больше, тогда и начну копить. Так думают многие. На самом деле, копить можно и при невысоком доходе. Как это сделать и почему важно начать прямо сейчас, давайте поговорим об этом сегодня. Копить — это умение. Так же, как и езда на велосипеде. Оно никак не зависит от уровня дохода. Но представление многих о том, что накопление возможно только при увеличении дохода, обманчиво. Как правило, чем больше становятся доходы, тем быстрее растут и расходы. Умение копить формируется долгими и упорными тренировками. Да, поначалу бывает трудно и не всегда получается, но результат не заставит себя долго ждать. Откладывается денежное средство сразу, как только пришла зарплата. Важно это делать не из того, что остается в конце месяца. Наш мозг устроен так, что если есть доступные ресурсы, мы их полностью используем. В конце месяца у вас точно не останется лишнего. При небольшом доходе, скорее всего, сложно будет сразу откладывать крупные суммы. Откладывайте столько, сколько сможете, независимо от других обстоятельств. На этом этапе важна регулярность. Это позволит привыкнуть к дисциплине и сформировать привычку копить. Давайте посмотрим, во что могут превратиться отложенные 100 рублей в день. За год в 36 тысяч рублей. А за 15 лет при условиях инвестирования, например, через брокерский счет, с доходностью в среднем 15% годовых, в более чем 2 миллиона рублей. А теперь представьте, что вы начали копить 15 лет назад. Это значит, что уже сейчас могли бы иметь 2 миллиона рублей. Именно поэтому важно начать копить, не откладывая на потом. Еще большего супства в виде дополнительного дохода прибавляет так называемый сложный процент или капитализация. Это когда доход приносит не только первоначальная сумма, а начальная сумма и начисленные на нее проценты. Запустив механизм накопления, вы удивитесь, как потихоньку, но уверенными шагами будет расти ваш капитал. Научившись копить на малых суммах, вам будет проще управлять большими. Банки помогают своим клиентам в стремлении копить. На первом этапе сформировать привычку копить поможет опция автоматического перевода денежных средств с зарплатной карты на отдельный счет, к примеру, накопительный. Можно настроить перевод части средств при получении зарплаты, пополнении карты или при оплате покупки карты. Предположим, вы выбрали опцию «Потратил и накопил 1% от покупки». Затем купили что-то на 1000 рублей. В этом случае на ваш накопительный счет банк переведет с карты 1% от суммы покупки, то есть 10 рублей. И так при каждой оплате. Копить малыми суммами тоже возможно. Начните прямо сейчас, и все получится. Будьте здоровы и финансово грамотны!